В Московской области проходит неделя внутреннего туризма. В городском округе Люберцы ключевым объектом является музейно-выставочный комплекс. Учреждение культуры подготовило для посетителей серию увлекательных мастер-классов и выставок. Тему продолжит наш корреспондент. На написание этой картины у люберецкого художника Владимира Засыпкина ушло около года. Живописец изобразил битву русской дружины под предводительством Александра Невского с рыцарями Тевтонского ордена. Рассматривая работу, можно не только оценить труд мастера, но и узнать подробности истории ледового побоища. В этой битве пехотинцев не было, потому что для новгородской дружины это был дальний поход пешком. И тем более по бездорожью весна далеко не уйдешь. Они все были конные. В соседнем зале выставка сразу десяти художников под названием «Диалоги». С помощью своих картин живописцы призывают посетителей к разговору. Ведь каждая работа, представленная здесь, заставляет задуматься и вызывает у людей разные эмоции. Что мне нравится в живописи, то, что я могу себя пробовать в любых жанрах. Я могу рисовать и маслом, и делать пастели, коллажи, все что угодно. Сейчас это не запрещено. На каждой локации атмосфера творчества. Музейно-выставочный комплекс по праву считается эпицентром внутреннего туризма городского округа Люберцы. Здесь сосредоточено все, что связано с историей и культурой не только самого муниципалитета, но и всей России. В течение всей недели в стенах учреждения проходит серия различных мероприятий. У нас в основном учащиеся сегодня к нам пришли детских школ искусств. У них сегодня интересные встречи, встречи с художниками, авторами тех работ, которые представлены у нас в картинной галереи. Также они могут научиться гончарному мастерству. К посетителям учреждения присоединился и глава округа Владимир Ружицкий. Он не только ознакомился с выставками, представленными здесь, но и принял участие в торжественном событии. В зале одной картины презентовали работу Юлия Клевера «Закат в лесу». До этого почетное место два года занимала буря на море Айвазовского. Если сравнивать с полотнами вообще великих художников и передвижников, это другой масштаб, это более уютные, более камерные картины. И это погружает в эту природу, что-то напоминает такое сказочное, дремучее, а впереди обязательно свет. Музейно-выставочный комплекс состоит из трех структурных подразделений. Картийной галереи Люберецкого краеведческого музея и музея истории и культуры поселка Малаховка. Каждый год эти учреждения посещают более 20 тысяч человек, и каждый раз посетителей ждут новые интересные проекты.